всем привет всем привет это герасим путешественник ну-ка ты с рюкзаком покажись о какой у тебя рюкзак собран а тут что у тебя подушка у мягкая большая подушка у тебя какая герочка молодец все мы в поход с тобой идем поехали на вездеходе поедем да хорошо давай в этот раз пойдем на вездеходе мы с герочем уже путешествовали на катере а теперь едем с ночевкой да и залазь давай все ребята мы поехали да мы идем в дайний лес где живут волки как думаешь там живут волки я думаю живут хочет тебя за дровами отправлю в темном лесу и посмотрим есть там волки или нету съедят они тебя или не съедят понял ну и что ножик они знаешь какие зубастые кто это тут ходил я уже снегом засыпала еще боишься что герыч альдата нету будем плавать герыч есть там рыба может маленькие все помнишь вот это бревно чё здесь было застряли мы туда гера за рулем был и застрял а папа это бревно принес издалека могут из этой ямы с тобой выезжали с тобой герыч с ночевкой едем ночевать будем вездеходе ой как же мы проедем теперь напорить придется мне кажется мы так классно О, ну привет, привет Привет А смотрим, вы катаетесь тут Мы тебя машем, машем Как раз мы пилотируем А мы не видим Мы вообще едем в дальний поход с Георгерычем И будем ночевать в лесу сегодня О, Вова как придумал Первый раз, да У нас ночевка сегодня Подготовился? Нормально? Да Скажи привет, давай пожмете А вам сколько же, я забыл Нам 7 уже А нам пока 5 с половиной Забирайся, прокатим тебя Давай, хочешь? Давай, наступи Садись сюда, к Герасиму Как зовут тебя? Артём Артём Понятно Ну что, поехали? Да А мы сейчас вот с Герой едем В лес, где волки живут И там ночевать будем Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го Как тебе вездеход? Да, нормально Нормально? Нормально? Да Всё, пока Это видео уже будет у Герасима Да Съезжайте и всё к нам Хорошо, и вы к нам И вы, конечно, идём Пока 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 Вот мы встретили знакомых Потому что он уже устал ехать Ого, лес ещё, да, и недалеко Надо ехать Ещё 10 километров Ещё столько же Ого, какой подъёмчик, да? Держись Вот это да А сейчас спуск будет ещё Тоже крутой Ого-го-го Ого-го-го Все посыпалось у нас. Ну все, давай беги к Волкам, а я поехал домой. Ха-ха-ха! Мама! Папа! Ага, испугался? Ну, папа! Что? Можно я чуть-чуть пойду, а потом залезу? Ну иди вперед, я тебя догоню сейчас. Герыч нам путь прокладывает. Идет пешком, как настоящий штурман. Вот это да, чем я без него делал. Показывает мне, где дорога. Так, мы с Герой приехали на речку. Мальков не видать. Не видать, Мальков? Щуку не видит. О, вон, 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 щука была. О, Герыч, вон там стол, лавочка, видишь? Ага. Может, туда поедем? Да. Давай посмотрим, где это, да? О, это здорово будет, если мы такой ваги найдем. Хотя мы можем вот здесь встать, да? Мы с Герычем приехали на дальнюю речку, да? Угу. Ну, проехали 15 километров. И сейчас пойдем смотреть, где мы тут остановимся. Так. Раз ты у меня становишься настоящим путешественником. И ходишь уже в походы, в которых надо ночевать. То я хочу тебе подарить вот такой фонарик. Спасибо. Это называется налобный фонарь. У жахтеров такой есть. Да. Сейчас пойду искать. У Мишани такой есть. И у Мишани такой есть, правильно. Герр, я предлагаю сделать лагерь здесь, внизу. Пойдем мы туда сходим, посмотрим, что там такое. Стол здесь вот есть. Но это не мусор, сынок. Это угли. Умывальник, решетка. Здесь не мусорили. Мангал. Это мясо жарили тут. Дрова тут есть. Вот. Нам на костер дрова есть. Аккуратно. Чуть я на тебя не свалился. Вот речка, видишь? Сейчас мы вот тут с тобой сделаем костер. Мы сейчас с Герычем будем готовить еду. Мы нашли дров. Разожжем здесь костер. И будем готовить на гриле мясо. Да, Герыч? Маленького поросеночка видел с фонариком на лбу. Вова так же хрюкал вот на горе. Так, Герыч набегался, вымок. А мы будем уже готовить мясо. И ложиться отдыхать. Тут речка рядом. У нас светло. Хорошо. Такое вот у нас 5 января. Ну, у тебя ножик? Ну-ка, покажи. О, какой у тебя серьезный ножик. Да, классный. Убираю ножны. Так, у нас зреет ужин. Герыч у нас огневик. Смотри. Наблюдает за огнем, чтобы он не хулиганил. Пьет кисель свой. И ждет мясо. Да, Герыч? Да. Что хулиганишь? Кушать, айда. Готовая еда. Вот это мы в лесу, да? Как волки козленка кушаем. Да? Поймали волки козленка в лесу и кушают его. Зажарили и съели. Ну, ты, мне кажется, какой-то динозавр. А не волк. Птеродактиль. Ты какой динозавр? Зацараптор? Индораптор. Индораптор. Мы хлебцы поджарили. О, горяченький. Класс, да? Вот это у нас ужин в лесу. Завтра мы еще сделаем с тобой утром. А мы не расскажем, что мы сделаем. Смотрите дальше и увидите, что мы сделаем утром. Да? Да. Мы что-то секретное приготовим. Так, Герыч сражается с мега-боссом огня. А я собираю наш лагерь. Мы покушали. Все замечательно. Скоро будем тушить свет. У нас настанет в лесу темнота. А мы залезем в вездеход и будем тихонечко и вкусно спать. И рассказывать истории друг другу. Какие-нибудь. Может быть страшные, а может быть не очень. Что ты? С огнем борешься? Ты пожарник что-то? Вон, смотри, как надо огонь делать. Вон, эти палки класть туда. Что-то меня не победили. Наконец-то получилось Герыча загнать в вездеход. Чтобы он лег спать. Пусть сушатся твои сапогеты. Сколько, Герыч, времени? 8 часов 21 минута. Пол девятого. Сейчас мы с тобой часик сказки порассказываем. И будем спать. Часик? Да. И давай прыгай на свое место. Там 30 минут пройдет. Давай, запрыгивайся. Классно? Ага. Вот, в мешок залазь. Как червяк ты. Залазь в мешок. Классно? Да. Вы? Вы? Я мешок? Я мешок? Червяк ты. Это папин мешок. Папа в нем спал когда-то. Ага. На сколько лет? Ну, недавно, еще года три назад. Папа в нем спал, потом папе мешок маленький показался. И папа купил другой мешок, а этот тебе оставил. Тихо, аккуратно головой не ударься. Мы забрались далеко сильно и с мамой разговариваем. По старинным автомобильному телефону. А мы уже легли спать. Мы у дальней речки, где волки живут. Ну, честно, говори, где. Мы, знаешь, где, где, это, Яхрома, помнишь, мы там на Максе еще приезжали, туда шашлыки делали. Мама, я поняла. Вот в том районе. Мама. Ау. А папа костер без пересмотра на улицу оставил. А знаешь, Гера, как его тушил? Снегом. А еще чем? Еще чем. Псс, псс, псс. Дай мне калетку. У меня на абордаж берут. Пират какой-то один. Что будете делать? А мы сейчас что, это самое, сказки порассказываем, да спать будем ложиться. Братик, ула-ла-ла. Мама, он смеется? Ула-ла-ла. Слушай, братик не смеется, но зрители все смеются. А хочешь, я тебе расскажу историю, как по лесу ходил медведь-вампир? Он кусал зайцев, волков, и те тоже становились вампирами. Окружали вездеходы и водили вокруг хоровод. А потом, когда наступало 12 ночи, они нападали на него, вытаскивали всех из вездеходов и кусали за пятки. И тогда мы тоже превращались в вампиров. И я тоже вампир. А вампир-то у тебя зубов нет. Какой же это вампир? Мы покушали, собрались, развесили вещи сушить мокрые. Ну и Герасим продолжает хулиганить. Червяк. В общем, мы будем ложиться спать, чтобы завтра пораньше проснуться, собраться, покушать и поехать по обратную сторону. В ту сторону до дома, потому что мама по нам сильно уже скучает. Да? Да. Спокойной всем ночи. Да, да. Да, спокойной ночи. Я вот думаю, может его завязать сверху и пусть он там в этом мешке лежит. Ну вот спит. Умаялся. Наелся конфет-шоколадный, визорный шоколадный. И спит. Походник мой. Надеюсь, ему понравится. Я его обещал взять по ходу, где будут другие дети. Здорово. Всего до завтра. Пока. Доброе утро всем. Доброе утро. Мы проснулись. В лесу уже светло. Хорошо. Сейчас Герыч будет переодеваться. Пойдем умываться на улице снегом. Герыч пошел на разведку. Ищет бобра. Ну теперь точно все бобры распугались и убежали. Растительность. На разведку пошел, растительность разведывать. Ну давай, все, на связи. Герыч мне передает обстановку. Красивые елочки. И большая широкая елочка. Понял, понял тебя. Передавай, давай дальше. Так. А у нас яичница будет. Сейчас мы ее запекать будем. Омлет добавлю сюда молока. И как раз придет, Герыч. Дальше мне нельзя идти. Там дальше очень много. Спускайся обратно. Пойду по следам этих и напомню. Аккуратно спускайся. Аккуратно, не падай. Уже упал. Герыч нашел дупло какое-то. Он думает, там живет или сова, или осы. Ну-ка, пойдемте посмотрим. Наверху вон там он. О, какое дупло. Кто-то там сидит, наверное, да. Вот это ты мощное дупло нашел. Убегаем! Давай, на старт внимания, Маша. Я пинаю, оса вылетает. И убегаем. Убегаем, побежали, побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Посмотрите, тут какие-то лисины непонятные, прозрачные. Но они редкие. Пишите в комментариях, кто знает, что это за растение. Тут еще не понимают, чьи следы. Чьи следы, собачьи. Ну, придется мне туда идти. Потому что я должен показать вам, куда это занесло у меня. Вот, видите, какие-то следы. Это следы какая-то и две точки. Если что, напишите. Что, ты показал репортаж? Из лесу? Понятно. Что там в лесу? Растения? Примерно там растения? Неизвестно чего. Неизвестно чего? Так надо изучать в школе. В школе? Где такое найдешь? Привет, Андрей, из пятого класса, из школы позитив. И передаю еще привет моему первому А-классу из школы позитив. Мы приступаем к завтраку. У нас супер завтрак космический. У Герыча титановая космическая ложка. И он начинает черпать ею... Яичница чего-то? А-а-а, сковородка-то горячая. Сковородку-то не трись. Привык у мамки старелок-то кушать. Вот, подуй на него, а то он горячий может быть. У нас же только-только все скипело, скворчало. Поэтому я дома ем попозже. Ну, поэтому ты будешь сегодня сковородку мыть. Ты самый младший. Ты будешь сковородку мыть, значит. Давай-давай, Герасим, доедай. Фигня-то две ножки с ней. Ну, будешь сильный зато. Это же у нас походная яичница. Она вообще волшебную силу имеет. У нас все на разведках бегает. Уже всех кабанов нашел. Волков. Всех попереискал. Так, мы учимся топором рубить деревья. Аккуратно, не балуйся. По рукам дало. Нашли бревно с ним. Все, устал? Хватит? Все? Все, для первого раза, мне кажется, хватит. Вот так, смотри, надо рубить. Папа! Видишь, какая ямка вырубилась? Можно ли именно, как ты делал? А, расколоть пенек. Ну, у нас таких пеньков нету сейчас, сынок. Дома, ладно? О, листик ты маме привезешь. Какой красивый листик белый. Давай я его положу. Это неизвестное растение, которое ты говоришь? Ага. О, лист неизвестного растения. Ладно, с мамой потом в интернете посмотрите, что это за лист. Я его вот сюда положу. Ого-го-го! Где ты говорил, речка заканчивается? Нет, там она заворачивает и дальше течет. Речка же не может закончиться. Ой, а я эту передвину залпу. Ага, видишь, она вон туда течет дальше. А я эту думала, что... Речка впадает в другую речку, потом в другую, а потом в море. Море в океан. Море в океан, да. А потом в океане вода испаряется и превращается в тучку. А тучка превращается в дождик. Дождик падает и получается лужица. А потом ручеек. А потом много ручейков соединяется, получается речка. Круговорот воды в природе, да. Вот мы с Герычем уже почти домой приехали. Обратная дорога была быстрой, потому что хочется ему все быстрее, скорее рассказать маме, да? Да. Что у него было, что за приключения, какие он увидел чудеса в лесу. Поэтому мы уже почти приехали. Ну все, мы приехали домой, да, Герыч? Да. Тебе понравилось? Да. И мне понравилось с тобой в походы ходить. Пойдем еще в поход? Да. Так, ты рубил топором сегодня. Ходил в разведку. Ночевал в вездеходе в лесу дремучем. Я думаю, мы следующий поход пойдем тоже, чтобы дети были, да? Чтобы тебе не было скучно. Мне не скучно. Тебе одному не скучно? Ну, это, конечно, в лес поехали. Ну ладно, детей все равно возьмем тоже. Большой поход на нескольких вездеходах, да? Бери свой кисель. Дом допьешь. Всем пока. Всем пока, ребята. До новых встреч. И, конечно же, не важно, какой у вас вездеход и есть ли он вообще. Попросите папу или маму. Или предложите вы, родители, своим детям сходить в какой-нибудь поход. Хотя бы недалеко, хотя бы пожарить сосисок. Но дети растут и это время, увы, потом будет не вернуть. Да? Черный кот пришел к нам. Вот, и черный кот тоже говорит, что давайте в поход все. Все, всем пока. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями. И, конечно же, мы ждем ваших комментариев. Заходите на наш сайт. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...